Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в солнечном поселке Витязево. Настолько солнечным, что начинаем обзор из тенечка. Сзади меня находится гостевой дом Парадис. И сюда я вас сегодня приглашаю на обзор. Посмотрим его территорию, бассейн, прогуляемся на море. Возможно, искупаемся и в бассейне, и в море. Всех крепко обнимаю. На обзор приглашаю. Инфраструктура. С правой стороны, в 50 метрах, находится Паралия. Там куча разнообразных мест питания. С правой стороны, в 50 метрах, улица Мира. Ну, а здесь мы заходим на территорию. Очень тенистая зона. Есть перед гостиницей парковочная зона, где можно оставить свои машины. Также здесь поработали над озеленением, высадили розы. Прям очень приятно смотреть на ту гостиницу. Гостиница сама сделана с соблюдением всех снипов. В номерах вы это все увидите. Есть колясочки для вас, у каждого номера практически есть свой собственный балкон. Это вход. Основная территория находится сзади. И первым делом, мы попадаем на рецепшн, где вас встречают. Здесь имеется место, где посидеть, отдохнуть, пока идет оформление. Тоже красивое озеленение. Очень просторное место. Мы проходим сразу сквозь гостиницу и будем выходить внутренний двор. Обратите сразу внимание на лестницу. Широкая. Два человека спокойно здесь разойдутся. Это то, что говорил, что соблюдением всех снипов все сделано. И сорок седьмой размер моей ноги стоит здесь прекрасно. На цокольном этаже находится собственная столовая. Завтраки, обеды, ужины здесь производятся. Ну а теперь мы выходим в сердце этого гостевого дома. Задний дворик. Самое главное, что здесь есть бассейн. Бассейн греется почти до 30 градусов. Мы позавчера здесь с Оксаной купались. Ну и сегодня для вас его протестируем. С левой стороны имеется детская площадка. Домик такой. Детские игрушки разнообразные. Есть шезлонги, на которых можно полежать. А также столы, за которыми посидите и проведете прекрасно свое время. Качель. Озеленение тоже очень хорошее. Но здесь сделано все для того, чтобы вы здесь могли принимать солнечные ванны. Пространства много. Солнце здесь попадает практически весь день. Очень красиво этот бассейн смотрится в ночное время с подсветкой. Вот так вы будете отдыхать или ваши дети. Перед бассейном имеется душ. И с правой стороны я слышал журчание водопада. Это вообще прекрасно, ребята. Посмотрите, какая классная альпийская горка. А рядышком с ней имеется еще одна качель. Диван. Пространство очень большое и номера многие выходят именно в эту сторону. Режим работы в столовой. Завтрак с 8 до 10. Обед с часу до 3. Кушин с 18.30 до 20.00. Вот так вот выглядят коридоры. Смотрим первый номер. 109. Это первый этаж с выходом на бассейн. Заходим в номер. С левой стороны есть место, куда повесить ваши вещи. Шкаф стоит. Место для хранения выглядит вот так. Правую сторону вход с санузелом. Это номер трехместный. Здесь односпальная кровать, двухспальная кровать, две прикроватные тумбочки, сплит-система, холодильник, телевизор, переносной стол с набором посуды и два стула. Также из этого номера есть выход на балкон. Балкон у нас выходит на бассейн. Здесь имеется мебель, два стула, стол, озеленение и красивый вид. Очень удобно наблюдать за своими детьми. Смотрим санузел. Есть унитаз, раковина, зеркало. Также этот номер оборудован ванной. Для многих может быть это решающим фактором. Хозяин гостевого дома попросил, чтобы информация была постоянно актуальной. По ценам уточняйте по номеру телефона, либо на сайте гостевого дома. Вся информация есть в описании. Так выглядят обновленные номера в гостевом доме «Парадайз». Давайте посмотрим еще несколько. На втором этаже и выше имеется гладильная доска и предоставляются детские кроватки за доплату. Сейчас смотрим номер 201 на втором этаже. Тоже с трехместным размещением, чтобы вам показать, что есть разные цветовые решения. С левой стороны у нас прихожая, место для хранения. Оно выглядит вот так. Далее проходим в номер. Здесь у нас два стула, стол, переносной набор посуды, три спальных места. Односпальная кровать, двуспальная, две прикроватные тумбочки. На стенах картины имеется сплит-система, телевизор, холодильник. Также из этого номера выход на балкон. Балкон у нас на втором этаже открывает еще больший вид. На балконе есть стол, два стула, место, куда повесить ваши вещи. Имеется очень большое пространство именно в этом номере на балконе и шикарный вид на бассейн. Представьте, что вы приехали и отдыхаете с таким прекрасным видом на бассейн. Слушайте журчание Альпийской горки, сидите и дышите морским воздухом. Отличный вам отдых, дорогие друзья, в поселке Витязева. Также номер оборудован своим собственным санузлом. Здесь раковина, зеркало, унитаз, а также ванна. На втором этаже номер 204. Здесь два отдельных в него входа. Номер считается двухкомнатным, четырехместным. С правой стороны у нас имеется место, куда повесить ваши вещи и проход в другую комнату. С левой стороны вход в санузел. Здесь стоит двуспальная большая кровать, имеется переносной стол с набором посуды. С левой стороны прикроватная тумбочка, место для хранения. Место для хранения выглядит вот так. С другой стороны тумбочка, далее холодильник, телевизор и сплит-система. Отсюда есть выход на балкон. Здесь у нас балкон с видом во двор. На вторую его сторону имеется стол, два стула и вид на зеленую территорию. В каждой комнате есть свой собственный санузел. Здесь ванна, раковина, зеркало и унитаз. Заходим в соседний номер через дверь. Тут у нас также вход в санузел, место, куда разместить ваши вещи и двуспальная кровать, стол, два стула, набор посуды, холодильник, телевизор, сплит-система, место для хранения, две прикроватные тумбочки. Место для хранения выглядит вот так. Есть куда разместить ваши вещи, верхнюю одежду и дополнительное одеяло. Из этой комнаты также имеется выход на свой собственный балкон. На балконе у нас также есть мебель. Это стол, два стула и вид во двор. Балконы очень просторные, широкие, то есть места вам хватит здесь, чтобы разместиться. Также имеется свой собственный санузел. Раковина, зеркало, ванная, унитаз. Смотрим с вами двухместный номер 206. Здесь при входе также имеется место для хранения и куда повесить ваши вещи. Место для хранения выглядит вот так. Далее проходим в номер. Нас встречает стол, два стула, набор посуды. Имеется двухспальный кровать, две прикроватные тумбочки, сплит-система напротив, холодильник, телевизор и выход на свой балкон. Балкон также широкий и большой. Имеется стул, стол, еще один стол и вид во двор. Смотрим санузел. Здесь также ванна, раковина, зеркало, унитаз. Смотрим с вами номер 401, который находится на мансардном этаже. Здесь у нас нет балкона. Это единственное отличие. И немножко скошенный край. Есть место для хранения, куда повесить ваши вещи. Наполнение шкафа вот такое. Далее проходим в номер. Здесь четыре кровати, две прикроватные тумбочки, есть переносной стол с набором посуды, телевизор, сплит-система. И вот такое вот окошко. Оксане, кстати, эти окна очень нравятся. Она хотела тут спать и видеть звезды. Также есть свой санузел. Здесь ванна, раковина, зеркало, унитаз. Расстояние до пляжа 800 метров, 10 минут пешком. Это данные с Яндекса. От гостевого дома Парадис мы отправляемся к морю. Пойдем по улице Мира. Хотя рядышком и параллель, можно было и по ней прогуляться. По таймингам я все рассказал, показал. Инфраструктура здесь вся уже работает и запускается. Если где-то еще не запустилась, по пути нам встретятся интересные места. Можно даже на Креблины зайти к Роману, как тур на шашлычок. Кстати, может быть, протестируем наконец-то шашлык нашего дорогого брата. Посмотрим, если он сейчас уже запустился, то мы что-нибудь попробуем. На углу здесь имеется экскурсионная точка и мы поворачиваем налево. Можно пойти по правой стороне, там меньше торговых павильончиков. Ну, либо здесь по левой, вдоль гостиниц. Ребята, это прям печально. Подходим к гостевому дому Астория. Здесь ребята реализуют фермерскую продукцию. Есть творожок, сыры, копченое сало, огурчики. Это вишня или черешня? Да. И вишенка. А почем? Огурцы почем? 130 килограмм. Творог. 250 килограмм. Яйца. 100. Давай по сырам еще. 350 килограмм. И сало, копченое и соленое? 250. У нас 278 килограмм. Спасибо. Ребята, также есть супермаркет Астория. Там тоже в основном фермерская продукция и он пользуется популярностью. В вечернее время здесь, ребят, работает такая вот зона отдыха. Проходим дальше. Здесь тоже отливается уже шашлычную, ребят. Моет, чистит все. Готовят разливные напитки. В общем, через каждые 5 метров здесь зона отдыха с возможностью посидеть и поесть. 5 чариков мороженое предлагают. Это золотое руно. Здесь, ребят, фудкорт. И дальше у них есть и детская площадка на улице. И еще одна шашлычная экскурсия предлагают. Здесь, кстати, были одни из первых запущенных шашлыки. Ребята продолжают работать дальше. 130. Горячая кукуруза. По ценам на мясо можете посмотреть, что почем. Здесь у нас перед грестивым домом Марина тоже имеется пароход. Наверное, один грестивый дом остался у меня здесь без обзора. А, еще Баварин не снимал. Все остальные можете смотреть на канале, как выглядит. Заработала точка фрукты, овощи. Давайте узнаем, что по ценам в этом году. Черешня 250, 350 крупная, голубика 200, малина 150, тутовник 100, клубика 350, лукошка, абрикосы 250, персики 250, мектарины 330, помидорчики 250, огурцы 120. Спасибо большое. Хорошая работа. Гостевой дом Патра. Сюда вы можете прийти, кроме на проходе сказать, что на пьет блины и вас пропустят. Далее идет здесь еще одна столовая и шашлычная, которая работает круглосуточно, наверное, как и все здесь точки. В синевой зоне можно посидеть. Мы продолжаем наблюдением за тем, как здесь растет вот эта виноградная гроздь. У нее все хорошо, но потихонечку увеличивается. Далее идет столовая перед гостевым домом Илиадом. Она тоже неоднократно к нам попадала на обзор. И там стоят люди уже готовые поесть в удовольствие. На углу знойной и мира есть еще одна столовая. Переходим на ту сторону и зайдем до Артурчика. Он уже стоит, готовится к рабочему дню. Артур только начинает свою работу сегодня. Что-то как-то поздно. Друзья, всех приветствую. Нормально, потихоньку уже начинается. Уже я думаю завтра. Наверное завтра с 10 начнем работать. Отлично. Вчера у нас был первый победитель, кто выиграл. А уже выиграли. Для того, чтобы участвовать в нашем розыгрыше, добавляйте в телеграм-канал, который вы видите у нас здесь на экране. И пускай, как говорится, вам повезет. Мы будем еще неоднократно так турчика разыгрывать разные вкусняшки. Так что будьте в курсе и на связи. Тебе хорошей работы и побольше благодарных клиентов. Так что следите за каналом телеграм Юрина. Ну и вообще за эфирами. Как он сказал, неоднократно будут разыгрыши у нас. Отлично. Уже раздевные напитки готовятся и продукты 24. Работают. То есть если вам что-то понадобится, вы всегда сможете прикупить. Ранее здесь ходили маршрутки на пляж. Сейчас нет их. Поэтому людей на этом пляже стало меньше. Хотя как меньше, можно сказать, когда столько народу приезжает к нам на отдых. Вы можете выйти на еще более свободные пляжи, пройдя направо и пройдя через проход возле Локвитязя. С левой стороны у нас продают уже разнообразные вещи для отдыха на пляже. Также есть чаи, специи. О, заработала точка с тандыром. А нет, еще не заработала. Только ребята готовятся запуститься в этом году. Отдых идет. Все продается, все покупается. Здесь у нас с этим все отлично. Мне нравится. Вот здесь постоянно что-то столько людей стоят. Девчонок там плетут косички. В общем, красота, друзья. Ну и раздевные напитки продаются тоже везде. Здесь работает столовая и шашлыки можно прикупить. Здесь заработала фруктовая точка. Что-то у них тут прям отбывание. Она бесплатно раздает. Красота. Здрасте. По ценам мы потом узнаем. Что-то прям очень много людей. Не будем отвлекать их. Сладости. Тоже разные чаи. Аптеки работают через каждые 50 метров. В общем, проход насыщается торговыми павильонами. Если приехать рано утром, можно даже машину здесь припарковать. Хотя у нас появляются такие знаки о платной парковке. Но пока она еще не заработала. По радости и счастью тех, кто паркуется бесплатно. Чего здесь только нету, друзья. Какие-то предметы для вашего гардероба. Чтобы поесть, что-то с сувениром привезти. Разные названия на кепочках. В общем, для вашего настроения создана вся атмосфера. Ходи, покупай. И друзей своих потом радуй. И Васик. Вкусняшки разные. Вот ребята что-то жарят прекрасное на сковородках. Работает и магазинчик, и разные товары. Я прям уже не могу. Чего только где-то. Смотришь, думаешь. Ребята, зачем вам это все? Ну, самое интересное, практически везде кто-то что-то покупает. Вот это прям прикольно посмотреть. Здесь креветки, хорюбки, хораки. Разные вкусняшки под пиво. И раздельные напитки тоже здесь продают. День добрый. Кофе с собой можно прикупить. Пицца-кафе. И люди отдыхающие наши местные. Также еще одна парикмахерская опека. Апрель. И вещи. Здесь ребята торгуют разными вкусняшками. Сладкими и прекрасными. Но чего-то еще их нету. Где вкусняшки? Да. Что ты прячешься? Слушай, а вот мы пить хотим. У тебя есть что? Здравствуйте. Конечно. Вам мохито делать или груша, или квас? Что ты хочешь? Мохито, груша, квас. Квас не хочу. А груша сладкая? Так, мелче. Может быть. Мохито. Мохито? Мохито. Мам, давайте мальчик. А он тоже мужчина? Да нет. Нет? Я беру блюд. Мне нормально. Трудно. Погода. Я не буду. Лето, да? Наконец-то хочется в море купаться, наслаждаться. Спасибо. Нам нужно гава. Подожди, сейчас продегустируют, а то вдруг там что-то невкусное. Давай. И? Вкусное, вкусное. Все. Сейчас кто-то будет становиться счастливым. Он найдет. Вкусных креветок. Жду. Когда-нибудь они появятся? Нет. Через неделю свяжу. Уже получится. Все. То есть их для тебя специально выращивают. Я говорю, хорошая тебе работа и благодарных клиентов. От души и спасибо. Тут тоже, ребят, фастфуд, стритфуд. Быстро продают. И везде очереди. Самое приятное видеть, что у всех есть работа. Продавцы начинают потихонечку улыбаться. Самое прекрасное, что может быть отснято. Это счастливые люди. Как говорится. И покупатели, и продавцы. Улица Скифская. Мы дошли. Здесь столовая Гурман запустилась. Я ее уже снимал чуть-чуть на обзоре. Мы сегодня решили ничего не есть. Разгрузочный день. Поэтому пока откладывается на нее обзор, так бы зашли. Перекусили. На улице у них тоже есть место, где посидеть. И великолепная зона со статуями. И проходом уже непосредственно к Настилу, к морю. До пляжа мы дошли совершенно легко. И свободно, друзья мои. Афрокосы. Еще вкусняшки. И все это все едят. Пьют. Употребляют. Покупают. Идиллия. То есть лучшее время для заработка денег безнесменами у нас. О, что-то у девушки столько бутылочков стоит. То ли дегустировал. Не знаю вообще. Поворачиваем налево. Бывший белый Настил. Его уже люди вытоптали. Посмотрите, как это быстро происходит. И поток народа идет на пляж. Посмотрите налево. Великолепные дюны. Посмотрите направо. Блок серебристый. Он уже отцвел, к сожалению. Мне кажется, еще аромат все-таки. Этот цветочный великолепный присутствует. И путь к морю. К счастью, радостью. И то, ради чего вы сюда приезжаете. Жара. Солнышко. Теплышко. И прекрасно. Температура воздуха 28,3. Красота, друзья мои. Постепенно народный пляж появляется Настил. В стороне соединяться с этим. И есть. Так же. Переодевалочки. Как здесь, так и впереди. С левой стороны мы ждем очень открытия этого туалета. Люди ходят здесь так неспешно. Что туда, что обратно. Поэтому приходится их немножко обгонять. Впереди мы видим передевалки, мусорки. Как бы это и есть место для курения. Моя просьба, чтобы вы курили здесь, ребятки. А не там где-то возле пляжика. Чем ближе к морю, тем выше температура. 29,3 показывает. Здесь уже начинаются теневые зоны с шезлонгами. Шезлонги стоимостью в этом году 400 рублей. Бар уже практически запустился. Столы там есть. И все готово внешне. А вот такие вот большие можно снять за 2000 на сутки. Сезон пошел. Ох, ё, сколько же народу там впереди. Как это красиво смотрится. Сегодня есть небольшая волна. Морской бриз до 4 метров будет продувать. 30 градусов только что показывал. 29,8 обратно вернулась. Там, ребят, большой заплыв на сапах. Здравствуй. Отдых. Лето. А я все жду, когда же Оксана откроет свой сезон купания. Она все никак не может решиться на это. Я говорю, бери, бери. Она неет, нет, уже плюс 30. Море плюс 25. Кстати, сейчас замерим. Знаем, сколько здесь. Но как-то не хочет она его начинать. А люди уже все вовсю купаются. Подходим к морю. Манящему и классному. Тут, кстати, стало температуру воздуха поменьше. 26,7. Вот как точно замерить вам температуру и сказать, какая она? Кстати, в ладе желтые. Купание сегодня абсолютно разрешено для всех. Море 25,2 градуса показывает сегодня. Мы с вами посмотрели всю инфраструктуру. Отель Paradis. И надеюсь, что вам было приятно и интересно все это посмотреть. Получить информацию. Увидеть Витязева, знакомых вам людей. Надеюсь, что в дальнейшем мы продолжим эти великолепные обзоры. Ну, либо будем снимать уже про инфраструктуру ближайших мест, как она выглядит. Оксане, благодарю за то, что она помогает мне. Потому что так гораздо интереснее снимать. Виден весь масштаб и номеров, всего остального. Вас благодарю за всю критику, которую вы пишете. Так как благодаря ей мы улучшаем наши ролики. Так что не останавливайтесь. Делайте это дальше и лучше. Подписывайтесь на телеграм-канал. Выигрывайте домашнее вино от меня. Телеграм-канал вы видите на экране. А также можно поддержать донатичем нашу Оксану, так сказать, деятельность. Чтобы мы поехали. И еще были интересные и красивые места по номеру телефона, который вы сейчас также видите на экране. Но самое главное, ребятки, сохраняйте позитив, отдыхайте. И пускай с вами прибудет сила солнца, моря и песка. Но желательно, витязь его, конечно, Анапа ждет вас и любит, мои дорогие. Увидимся. Ну, а сейчас по традиции немножечко море. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok